На прошлой неделе спрос на доллар США рос в течение двух сессий после того, как инвесторы пересмотрели свое отношение к довольно негативному отчету ФРС по экономике США, опубликованному в среду. Кроме того, трейдеры начали вновь скупать валюты убежища на фоне опасения второй волны коронавируса. Таким образом, индекс доллара США сумел восстановить часть потерь после недавнего падения. В пятницу индекс доллара США, который демонстрирует силу американской валюты в корзине шести основных мировых валют, увеличился на 0,6% и завершил торги на отметке 97,32. За неделю индекс показал небольшой рост на 0,9%. Инвесторы выразили беспокойство по поводу второй волны коронавируса после того, как Китай сообщил о значительном приросте новых случаев впервые почти за 50 дней. В США также был зафиксирован резкий скачок заболеваемости. В США в месяц до отметки 1,1256, потеряв 0,2% за неделю против доллара США. Объем промышленного производства еврозоны сократился на рекордные 17,1% в апреле, так как предприятия почти во всех секторах европейской экономики понесли убытки на фоне пандемии коронавируса. Это максимальные темпы снижения с момента начала введения статистики в 1991 году. Также данные отчетливо показывают количество заводов, которые были вынуждены закрыться или даже свернуть свою деятельность из-за запретов, введенных для сдерживания вируса. Тем временем фунт стерлингов пытался изо всех сил подняться выше в пятницу. Британский фунт упал на 0,5% в пятницу, но завершил торги на отметке 1,2542. За прошедшую неделю фунт стерлингов все же снизился на 0,9%. По мнению аналитиков, прогноз по фунту довольно пессимистичный по сравнению с другими валютами, поскольку трейдеры разочарованы отсутствием прогресса в переговорах по Brexit. Также фунт находится в аутсайдерах из-за слабых экономических данных, показывающих, что экономика Великобритании значительно отстает от рынков остальных развитых стран. В случае, если новые экономические данные окажутся негативными, фунт стерлингов продолжит падение. В воскресенье биткоин снизился на 1,4%, закончив неделю на отметке 9 345,40 пункта. За неделю биткоин упал на 4,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление нового исполняющего обязанности контролера денежного обращения администрации Трампа Брайна Брукса, который заявил, что видит в криптовалюте огромные перспективы. Сосредоточившись на децентрализованных сетях, биткоине и изменении существующих правил, он стремится решить проблемы банков с децентрализацией и создать цифровой доллар. Данные меры помогут внедрить биткоин в более широкое использование, а также повысить его стоимость. На сырьевом рынке цены на американскую и мировую нефть впервые за последние 7 недель снизились на фоне опасений по поводу низкого спроса и из-за роста новых случаев COVID-19. Цена фьючерса на эталонную нефть марки Brent с поставкой в августе поднялась на 0,5% и в пятницу завершила торги на отметке 38,73 доллара за баррель. За неделю цена упала на 8,4%. В пятницу стоимость нефти марки WTI с поставкой в июле упала на 0,2% до отметки 36,26 доллара. Но это стало не самым низким показателем с 1 июня. За неделю WTI зафиксировал недельное падение на 3,9%. Тем временем фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились в пятницу до 1737,30 долларов за тройскую унцию. За неделю драгоценный металл подорожал на 3,2%. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок!